Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях региона прямо сейчас. В ближайшие четыре года Чувашия должна совершить экономический рывок, догнать более развитые регионы России по качеству жизни и по уровню благосостояния жителей. Четкий план действия определен в комплексной программе развития республики. Его обновленную редакцию представили на заседании Высшего экономического совета. Специалисты делают ставки на обрабатывающую промышленность, аграрный комплекс, информационные технологии и туризм. Именно эти отрасли станут драйверами развития региона. Выводы сделаны, исходя из глубокого анализа экономики региона последнего десятилетия. К разработке программы подключились федеральные эксперты. Для ускоренного социально-экономического развития мы включили в программу пять масштабных проектов с общим финансированием до 2024 года в размере 5 миллиардов рублей. У нас будет поддержано создание индустриальных и агропромышленных парков, также обеспечено развитие МСП, предоставлены микрозаймы, гарантийная поддержка субъекта малого и среднего бизнеса. Кроме того, будут в том числе и субсидированы ипотечные кредиты гражданам, а также создание инженерной инфраструктуры и для строительства жилья в регионе. Программа предполагает серьезные финансовые вливания из федерального бюджета. Совместно с региональными деньгами и вне бюджетом сумма превышает 263 миллиарда рублей. Они пойдут на реализацию более 1300 проектов, большая часть которых касается развития инфраструктуры и социальной сферы. В отраслевом разрезе наибольшие объемы финансирования приходится на строительство, промышленность и АПК. В муниципальном разрезе на Чебоксары, на Чебоксарский, Цивильский район. Это в части инвестиционных проектов, в инфраструктурные и дорожные части, на дорожное хозяйство, ЖКХ образование. В муниципальном разрезе на Чебоксары, Новочебоксарск, Козловский, Батыевский районы. Крупные инвесторы готовы вкладываться в наиболее перспективные проекты, таковых в программе свыше 300. Среди них, например, создание производства тракторной техники малой и средней мощности в Чебоксарах, модернизация производства химической продукции, строительство завода объемно-блочного домостроения. Новые модернизированные производства дадут дополнительные рабочие места с высокой оплатой труда. И такое уже сейчас готовы предоставить предприятия сферы информационных технологий. Ведь цифровизация охватывает все отрасли, от продаж до производств. Программист, бизнес-аналитик, дизайнер даже каких-то графических интерфейсов. То добавленная стоимость или, получается, производительность труда этих специалистов, она очень высокая. Она может кратно превышать другие отрасли. И такие рабочие места сегодня мы готовы создавать. Те предприятия, которые находятся в Чувашии, мы готовы эти места создавать. Мы готовы создавать новые направления, новые виды продукции. Возвращение в Республику профессионалов – один из показательных результатов программы. Предполагается вернуть в регион более 70 тысяч жителей, вынужденных сейчас зарабатывать за ее пределами. Главная задача сейчас – собрать еще раз предложение к той проделанной работе, отнесись критически, с точки зрения муниципального разреза, еще раз более глубже посмотреть и критически посмотреть на запланированные мероприятия и доработать через месяц, чтобы она была утверждена. Детальный план действий должен помочь Чувашии выйти на новый уровень развития. Большое внимание в комплексной программе развития Республики разработчики уделили столице Чувашии. Комплексное развитие столицы Республики – города Чебоксары. Чебоксары – это лицо Республики. Поэтому все работы по благоустройству города, развитию его транспортной структуры, создание полноценной системы ливневой канализации – это должно быть безусловным приоритетом. В числе ключевых тем повестки заседания Кабинета министров – порядок субсидирования при переходе автомобилей с бензина на природный газ. Это касается общественного транспорта, коммунальной техники. Республика будет субсидировать расходы бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Такая поддержка, по мнению регионального Минтранса, здравит окружающую среду и поддержит спрос на экономный вид топлива. В целях размещения части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по поддержке деле оборудования существует автомобильной техники, включая общественные транспорты и коммунальные техники для использования природного газа. В качестве топлива предусмотрено мыделение в Республике денежных средств. Эксперты заверяют, это выгодно как для потребителей, так и для бизнеса. С одной стороны это сократит расходы на топливные затраты, а с другой будет способствовать развитию автомобильного бизнеса. Не говоря уже об улучшении экологической обстановки, реализацией проекта займется регоператор, Центр организации безопасности дорожного движения. К другой теме, по поручению в Рио главы Чуваши Минпромэнерго разработал новый проект закона. Он ориентирован на налаживание контактов с инвесторами и создание для них оптимальных условий. Напомним, весной этого года Олег Николаев провел заседание в режиме ВКС, где обсудили возможность реализации в Республике проекта производства тракторной техники малой и средней мощности в рамках специального инвестиционного контракта. Проектом закона предусматривается распространение применения существующих мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, также для инвесторов, реализующих специнвестконтракт. Также реализуются принципы не улучшения деятельности введения бизнеса и не улучшения малого условия для участников подписывающих специнвестконтракт. По мнению специалистов, это поможет улучшить динамику экономического роста. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию России. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев проголосовал утром. На участке два ящика. Это на предварительное голосование один ящик, на второй уже на первое июля для проведения основного голосования. Голосование на дому предусмотрено три переносных ящика. На участках обстановка напоминает обычные выборы. Члены комиссии выполняют все необходимые процедуры. Вот только к правилам безопасности прибавилось еще несколько. Измерение температуры, обработка антисептиком, полутораметровая дистанция. Требования обязательны для всех. Временно исполняющему обязанности главы Чуваши пришлось даже надеть вторую пару перчаток. Кроме того, избирателям будут выдавать и маски, и ручки. В остальном все как всегда. Бюллетень, который надо заполнить и опустить в урну. Важно, что по закону всенародное голосование за поправки в Конституцию не требуется. Однако гражданам России предоставлена возможность высказать свое мнение. Тем более, что в основной закон закладываются главные гарантии защиты прав и интересов каждого. Защита его прав через обеспечение социальных гарантий. Защита его прав на предмет принадлежности к той или иной национальности или народности. Ну и, конечно, обеспечение всеми социальными стандартами, прежде всего, в здравоохранении. Мне кажется, последнее очень актуально. Потому что впервые голосование проходит вот в таких условиях. И здесь надо отметить несколько моментов. Первое. Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции само голосование растянулось во времени. Второе. За это время народ показал свой объединительный порыв и дух. Мы все объединились, научились очень четко взаимодействовать. И, мне кажется, вот все, все те наработки, все те явления, которые сформировались в этот сложный период, нам надо не только сохранить, но и развить. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика. Напомним, что время работы избирательных участков осталось прежним с 8 утра до 8 часов вечера. Серьезное отличие – это временные рамки процесса. Голосование будет продолжаться 7 дней, начиная с 25 июня, чтобы не нарушать ограничительные меры и не создавать скопление людей в одном месте. Выработаны и особые правила безопасности. Защищены обе стороны – члены комиссии и сами голосующие. Бюллетени под особым контролем. На участках находятся сотрудники правоохранительных органов. Помещения сдаются на сигнализацию. Работают камеры видеонаблюдения. Закрывается работа участковой избирательной комиссии. Наша опечатанная урна перейдет в помещение избирательного участка. Все материалы, все бюллетени находятся под охраной. Первый раз в нашей практике, чтобы выездные бригады выезжали для голосования по месту жительства с нашими избирателями. Такого еще никогда не было. Я довольна, что вот здесь пришли голосовать 50 человек. Продолжается избирательная кампания по выборам главы Чувашии. Центр избирком республики начал принимать документы от кандидатов. Сергей Матвеев выдвинут партией «Патриоты России». Сейчас он действующий депутат собрания депутатов Чебоксарского района и финансовый директор компании. Ему 39 лет, женат, воспитывает троих детей. Сергей считает, что победа зависит от умения вести диалог с избирателями и оппонентами. Мы намерены вести нашу предвыборную кампанию честно и открыто. Встречаться с оппонентами, выслушивать их, встречаться с избирателями, также выслушивать их вопросы, прислушиваться к их мнению. И из этого будет складываться наша предвыборная кампания. Ранее в Центральную избирательную комиссию подал документы временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Напомним, для обеспечения равных возможностей всем кандидатам в каждом районе будут созданы площадки для общения с избирателями. Евгений Романов, Николай Скворцов, Республика. Мы уже говорили о том, что кандидатуру в Рио главы Чувашии Олега Николаева поддержали члены регионального отделения партии «Единая Россия». На региональной партконференции делегаты, а их к сведению собралось 105 человек, проголосовали единогласно. Все подробности в нашем сюжете. Юбилейная 30-я конференция Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» началась после обращения Владимира Путина к жителям страны. Излишне говорить, что все участники поддерживают решение главы государства о дополнительной поддержке граждан. В условиях пандемии региональным властям приходится предпринимать множество усилий, чтобы сохранить качество жизни и экономическую стабильность. Мы с вами вместе запустили такое очень широкое, глубинное обсуждение направлений нашего развития, планов по реализации тех задач, которые стоят по этим направлениям. И вы знаете, и на площадке Высшего экономического совета, большинство здесь присутствующих работают, мы провели достаточно много дискуссий отраслевых, муниципальных, территориальных и наметили себе очень-очень-очень много задач. Многие участники конференции успели поработать с Олегом Николаевым и составить свое мнение о нем как о политике и руководителе. Вопрос о поддержке его кандидатуры на предстоящих выборах споров не вызвал. Присутствовавший на конференции секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что знает в Рио главы как человека, любящего свой родной регион. Он подчеркнул, что Олег Николаев – кандидат президента. Никаких сомнений по поводу поддержки Олега Алексеевича у нас нет. По нашему общему мнению, настало время консолидации всех сил, здравых сил. И, зная Олега Алексеевича, уверен, что точкой такой консолидации может быть именно он. Вторым вопросом повестки дня делегаты рассмотрели кандидатуры секретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». На этот пост претендовали Сергей Михеев, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Республики и Алена Аршинова, депутат Нижней Палаты Парламента России. Тайным голосованием большинство голосов было отдано депутату Государственной Думы. Мы опираемся на мнение избирателей. Оно часто бывает очень острым, критическим. Но при этом для нас любое мнение очень важно. Из этого мнения, как уже подчеркнул Андрей Анатольевич, у нас складывается народная предвыборная программа. И мы ее последовательно реализуем. Мы сделаем все возможное, чтобы, несмотря на трудности в экономике, несмотря на спад в мировой экономике, сделать все возможное, чтобы те деньги, те налоговые отчисления, которые попадают в федеральный бюджет и в региональный бюджет, сработали на каждого человека, живущего в Чувашской республике. Преодолевать любые трудности легче вместе. В нынешних условиях только консолидация всех сил позволит решить задачи по расширению социальной поддержки граждан и выравниванию экономики. Важна была поддержка «Единой России», как партия, которая представлена большинством депутатов во всех представительных органах, как регионального уровня, так и муниципального уровня. Важно вот эти коммуникации выстраивать, причем двусторонние. С одной стороны, от власти к народу через депутатов, с другой стороны, обратно, для того, чтобы через обсуждение вырабатывать очень эффективные решения и решать задачи через приоритизацию. Анжелика Григорьева, Игорь Зверев, Республика. В июле родители вновь получат выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Документ о пролонгировании на месяц такой меры социальной поддержки уже подписал президент страны. Те, кто оформлял июньскую выплату, июльскую получат автоматически. Единовременную выплату получат все родители, опекуны, усыновители, у которых есть дети до 16 лет. 10 тысяч выплачивается дополнительно к ранее принятым решениям по ежемесячной выплате, это на детей от 0 до 3 лет, и единовременной выплате от 3 до 16 лет. Для получения этой выплаты гражданам в заявлении писать нет необходимости органы пенсионного фонда по всем тем документам, которые ранее граждане представляли для получения ежемесячной выплаты, либо единовременной выплаты. Пенсионный фонд будет принимать решения и будет формировать выплатные документы. То есть круг лиц, надо отметить, круг лиц это от 0 до 16 лет, которые имели право на получение выплат, соответственно, ранее принятым указом за номером 249 и за номером 317. Напомню, поддержку поранее подписанным указом президента в Чувашии получили до 3 лет более 300 тысяч детей, от 3 до 16 почти 200 тысяч детей. Уже было выплачено 2 миллиарда 450 миллионов рублей. Июльская выплата прогнозно составит около 2 миллиардов 315 миллионов рублей. А те, кто по каким-то причинам еще не обращались за поддержкой, могут это сделать дистанционно или через отделение пенсионного фонда и получить выплату без задержек. В Союзе женщин-чувашие обновление. На 19-м съезде общественные организации подвели итоги работы почти за 3 года. Председателем Союза стала Наталья Николаева. Наступившее новое столетие Чувашия обязательно будет интересным и насыщенным. Мы вместе продолжим и приумножим то, что уже было сделано женсоветом. Еще раз хочу поблагодарить вас за доверие. Союз женщин-чувашие имеет в своей структуре городские и районные советы. Есть еще отделения на предприятиях. В целом это большая движущая сила. Активисты Союза помогают женщинам в разных жизненных ситуациях. Трудоустроиться, решить жилищный вопрос, помочь с детьми, развить творческое начало. Векторы развития имеют вполне конкретные очертания. Основная задача это будет прежде всего сплочение, продвижение того, что уже было начато в женсовете. А там направлений достаточно много. Это и воспитательная работа, это и патриотическое воспитание, и это национальная культура. Продвижение нашего языка и красоты, так скажем, культуры чувашского народа уже за пределы республики, за пределы, наверное, даже нашего государства российского. То есть нам есть чем гордиться, нам есть что ценить, и мы с удовольствием будем продолжать эту деятельность. С днем республики участниц съезда поздравили высокие гости. В Рио главы Чувашии Олег Николаев вспомнил страницы истории. Роль женщины, роль чувашской женщины, очевидна, она очень значима. В 30-е годы, когда страна строила дороги, Чувашия была в числе лидеров. Если мы с вами посмотрим фотографии этих времен, конечно, там очень много женщин работают на радио с мужчинами. Военные были. Также женщина, чувашская женщина была и на фронте. Активистки общественного движения получили памятные медали «Столетие образования Чувашской автономной области». Занималый вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание жителей республики. Александр Соловьев, Алексей Зотиков, Игорь Зверев. Республика. В зоне талантов. В исправительных учреждениях Чувашии прошел всероссийский конкурс талантов среди осужденных. Участница конкурса Ирина Сергеева обладает уникальной способностью. Она умеет рисовать и писать двумя руками одновременно. Когда я научилась писать, я писала справа налево. И надпись можно было прочесть только при помощи зеркала. Позднее я научилась писать правильно, но умение осталось. Конкурс прошел в номинациях «Феноменальная память и мышление». Исключительные и удивительные возможности человеческого организма. Владение голосом. Намерение оправдать свое поведение мотивирует многих осужденных использовать все имеющиеся в колонии ресурсы и приложить все усилия для того, чтобы скорее вернуться домой. И больше никогда не переступать порог исправительных учреждений. Принимая участие в подобных конкурсах, осужденные могут получить дополнительное свидание, отпуск с выездом и приблизить свое условно-досрочное освобождение. То есть ускорить свое возвращение на свободу. Светомузыкальный фонтан, комфортные зоны отдыха, современная детская площадка. В день столетия Чувашской автономии состоялось открытие Красной площади. Правда, только техническая. Если все будет хорошо, зона отдыха начнет работу в августе. Как преобразилось сердце столицы, можно было увидеть в прямом эфире национального телевидения Чуваши. Готовность к главной столичной площади проверили высокие гости. Масштабная реконструкция Красной площади началась в прошлом году, а уже сегодня она преобразилась до неузнаваемости. Здесь появилась современная детская площадка, настоящая палуба с гамаками, удобная парковая мебель, уникальная площадка для романтиков. Теперь на Красной площади можно сыграть шахматы или исполнить любимую песню со сцены. Стоимость работ по реконструкции составила более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Город получил средства по федеральной субсидии, выделенной в рамках программы развития культуры и туризма. Современная, удобная, комфортная, уютная территория обновленной площади объединяет взрослых и детей. Вот какое место для вас в нашей республике, одно из самых главных и самое ваше любимое? Есть такое? Есть. Вот знаете, есть такая песня «Есть только миг в этом мире бушующих». Вот здесь вот ровно в этот миг, это вот ровно то место, где мы с вами сейчас общаемся. Главным украшением площади стал светомузыкальный фонтан, мелодии для которого выбирали сами горожане. Видно, что все сделано с душой. Красная площадь заиграла новыми красками, она стала удобнее, комфортнее, красивее. Поделился своими впечатлениями в Рио главы республики Олег Николаев. Масштабная реконструкция главной площади столицы завершилась, но ее благоустройство продолжится и в следующем году. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика. В дни празднования столетнего юбилея сразу двое жителей Чувашии стали почетными гражданами Чувашской республики. Это ветеран труда Александр Петров и художественный руководитель Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев. Соответствующий указ подписал Олег Николаев. Чудеса современной дентальной имплантации. Как создать зуб за час, знают профессионалы клиники Дентомед. Их успешный опыт позволяет быстро находить эффективное решение при лечении самых сложных случаев в зубоврачебной практике. Об этом вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. До завтра. Не только восстановление жевательной функции в один прием, но еще и сохранение красивой улыбки. В своей работе врачи используют линейку премиальных имплантантов с бессрочной гарантией. Сделать протезирование любой сложности быстро и качественно – обычная практика для специалистов клиники Дентомед. Репутация превыше всего. При полной беззубой челюсти мы устанавливаем 4 или 6 имплантов и устанавливаем полный зубной ряд. И сегодня мы очень широко используем все методы увеличения объема как костной ткани, так и мягких тканей. Даже если зуб удален давно, врач проведет костную пластику и имплантацию. Затем зафиксирует коронку. При этом установленный имплантат с коронкой прослужит долгие годы. Мой стаж работы более 15 лет. Я могу с уверенностью сказать, что имплантации бояться не нужно. И это наша ежедневная практика. Пациент после проведенных манипуляций может вести привычный образ жизни. Главное – придерживаться рекомендаций врача. У клиники Дентомед поистине народное признание пациента доверяют докторам. Здесь мне сделали имплантацию и протезирование. И каждые полгода я обращаюсь сюда для контроля. И установили новые зубы, и я себя сейчас чувствую совсем по-другому. Другое качество жизни. Обрести желаемую улыбку можно, записавшись на прием по телефону 70 99 99. Субтитры создавал DimaTorzok